Всем привет! Вы смотрите канал Видеолепка, меня зовут Роман, и сегодня мы будем лепить нового персонажа из фильма ужасов. Как вы поняли по названию, это будет Бабадук. Кстати, друзья, напишите в комментариях, каких персонажей из ужастиков нам еще слепить. В прошлом видео мы лепили дракона из Fortnite. Если вы вдруг пропустили это видео, то можете посмотреть. А для того, чтобы не пропустить новые выпуски, обязательно подписывайтесь и ставьте колокольчик. Если вы хотите сделать фигурку побольше, как я сейчас буду делать, и у вас мало пластилина нужного цвета, то внутреннюю часть фигурки можно слепить с пластилина другого цвета. Я буду использовать оранжевый. Также мне понадобится пластилин темно-серого цвета, черного и белого. В качестве каркаса для фигурки я буду использовать алюминиевую проволоку, для того, чтобы фигурка не деформировалась со временем. История Бабадуки начинается в 20 веке. Передаваясь из уст в уста по сей день. Англия – богатая семья предпринимателей, у которой насчитывалось 11 детей. Самому младшему было 5 лет. Он рос с озорным ольчуганом, непоседой, а самым любимым его занятием были подвижные игры. Играл он со всеми и даже с незнакомыми прохожими. Любил мечтать, фантазировать и ни минуты не мог усидеть на месте. У него было хобби. Мальчик любил писать стишки и рисовать к нему иллюстрации. Он даже мечтал, что когда-нибудь в будущем издаст свою собственную книгу и каждому своему произведению нарисует картинку. Другие дети называли его волшебником, так как мальчик имел хорошие навыки в иллюзии и показывал своим товарищам отличные фокусы. Для своего возраста он был очень хорош в этом деле. Частенько ребята допытывали его и с большим интересом хотели разузнать, как он это делает. Однако мальчик никогда не рассказывал своих волшебных тайн. Мальчишка отличался от своих сверстников рассудительностью и серьезностью. Был всегда узнаваем на улицах города. Он носил большой черный цилиндр на голове и длинное серое пальто. Это было его любимое одеяние, несмотря на косые взгляды и частые перешептывания прохожих. Он просто мечтал поскорее стать взрослым. Умный и задумчивый взгляд, милое и улыбчивое лицо, светло-серые глаза – все это подчеркивалось строгостью его одежды. Ребенок был малого роста, а торчащие в разные стороны черные, как уголь, волосы на фоне бледной нежной кожи идеально дополняли его внешний вид. Вообще, со своим характером и своеобразным внешним видом он был чуть ли не самым красивым мальчуганом в окрестности. Ребенок постоянно стремился привлечь хоть какое-то к себе внимание своих родителей. Он старался все чаще придумывать стихи, рисовать картинки. Больше всего на свете он боялся, что его не заметят, не уделят внимания, не воспримут. А родителям было не до него, так как все свое время они уделяли работе. Такое отношение негативно сказалось на нем. Сначала это была просто обида, которая со временем пережросла в злобу и ненависть. Тогда-то ребенок и стал играть в другие, более злобленные игры. Поначалу это была просто детская шалость. Он подбегал к дверям и стучался ровно три раза, а когда дверь открывалась, убегал прочь громко смеясь. Эта шалость очень доставала людей. Мальчик даже получил свое прозвище из-за своих знаменитых на всю округу трех стуков – Бабадук. Несмотря на то, что прозвище было обзывающим и неприятным, мальчугану-шалуну оно понравилось. С тех пор, когда он подбегал и стучал в двери, и после этого, как они открывались, кричал «Бабадук, дук, дук!» и бежал, что есть мочи прочь. Люди перестали любить мальчика, как и его родители. Однако это было лишь с началом. Другие дети, которые играли с ним, стали приходить домой покалеченными, с синяками и ушибами. Рассказывали, как играли в странные игры, то ходили босиком по стеклу, то держали на голове банку, пока тот пытался сбить ее камнями. Возмущенные родители стали часто пороть его. Но он лишь приговаривал, «Вы уделили мне внимание, скоро я вам покажу, что такое настоящее веселье». Вскоре начали погибать соседские дети. Причиной тому были игры Бабадука. Он всячески издевался над ними и придумывал изощренные методы расправы. Вслед за детьми в округе начали погибать и его братья и сестры. Так не могло продолжаться дальше, и родители решили расправиться с ним раз и навсегда. Под покровом ночи его отец пробрался в его комнату и начал его душить. Голос Бабадука стал хриплым, еле дышащим. Он скорее напоминал голос монстра из самых страшных рассказов. Тело Бабадука отнесли к ущелью и сбросили вниз. Родители и все в округе вскоре позабыли о случившемся и зажили дальше, не беспокоясь ни о чем. На следующий год умерла вся семья. Озлобленный отец сам всех убил, а потом наложил на себя руки. Старшая сестра скончалась в скорой, но успела поведать о страшной расправе. Она рассказала, что это был Бабадук, ее младший брат. Он на протяжении одной недели подкладывала им какую-то непонятную книгу, которая в итоге сломила волю отца и подчинила его. Только он уже не был маленького роста. Он был высок и крепок, его любимое одеяние стало ему впору. Вместо пальцев были когти, лицо из бледно-нежного приняло белый окрас, а светло-серые глаза были белее снега с черной обводкой вокруг. Рот и губы почернели и приняли вечную улыбающуюся мимику на его лице. Он был уже не похож на себя. Однако сестра узнала этот хриплый голос монстра, который зловеще шептал «Бабадук, дук, дук». Это была история Бабадука. Я тем временем слепил туловище. Далее буду лепить голову. Продолжение следует... 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 Итак, друзья, вот такая фигурка Вабадука у меня получилась. Спасибо всем, кто досмотрел это видео до конца. Если вам понравилось это видео, ставьте лайк. Также можете поделиться этим видео со своими друзьями в соцсетях. В комментариях под видео можете написать, каких персонажей нам еще слепить. И кто это? Бабадук? Ничего себе, какой он страшный! Почему всем так нравятся страшилки? А сейчас время приветиков. Приветы от меня сегодня получают Храпун, Владислав Соболев и Дарья Васильева. Ребята, передаю вам огромный привет. Также передаю привет участникам нашей группы ВКонтакте, которые сделали репост закрепленной записи. Это... Ребята, передаю вам также огромный привет. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok 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 Субтитры сделал DimaTorzok